Бизнес нового времени. Почему думать о выгоде уже невыгодно? Семинар на эту тему для социальных предпринимателей состоялся сегодня на базе ледового центра «Авангард». Участников встречи познакомились с идеями создания новых интересных проектов, а также научили грамотно презентовать свой бизнес. Все подробности в сюжете Альмиры Новоселовой. Организовать поездки в русские деревушки для жителей мегаполисов. Таков первый бизнес Екатерины Затули-Ветер, который она организовала еще шесть лет назад. Молодая девушка – одна из тех, кто теперь обучает социальных предпринимателей в России и за рубежом. Сложность в социальном бизнесе, которая кажется на поверхности, в том, что мы одновременно и зарабатываем, и решаем социальную проблему. Как это может быть? Потому что мы привыкли к тому, что либо бизнес, который зарабатывает, либо есть благотворительность, которая решает социальную проблему. А здесь два в одном. Опыт девушки принимает Олег Казанцев из Салихарда. Он начинал свой путь с должности менеджера в 2013 году в лингвистическом центре Еврошкола. И уже три года как стал его владельцем. Его радует успех каждого ученика. К слову, возраст которых очень разный. Начиная от самых маленьких, пятилетних и заканчивая категорией 70+. Меня очень радует, когда я вижу, что ребенок, который у нас обучается 5 и более лет, то есть он начинает разговаривать на английском, я вижу, насколько круто. То есть это дает ему в жизни какие-то преимущества. То есть это видно, он начинает быть уверенным. То есть это его, скажем так, какие-то конкурентные преимущества перед всеми остальными. Социальных бизнесменов становится все больше год от года. На Ямале 86 предприятий получили такой статус в этом году. В прошлом 52. Благодаря реализации их бизнес-идей в округе решаются определенные проблемы. Поэтому предпринимателям сегодня оказывается всесторонняя поддержка и развитие. В этом году у нас уже состоялось две бизнес-миссии. Наши предприниматели были в Ханты-Мансийске, в городе Казани. И у них была возможность быть на предприятиях социальных, общаться. И очень много идей уже по приезду именно с таких мероприятий они смогли реализовать у нас на территориях. В городе Лабытнанге действуют всего два социальных предприятия. Это две языковые школы. Хотя направления такого вида бизнеса могут быть самыми разными. К примеру, в области экологии, дополнительного образования для детей или занятий для пожилых людей. Мы будем прилагать усилия, в том числе рассматривать виды поддержки на муниципальном уровне для развития социального предпринимательства. Для этого нам нужно сейчас получить обратную связь от предпринимателей, понять, какие меры поддержки востребованы и будут эффективны. И, соответственно, включить эти виды поддержки в нашу муниципальную программу, чтобы предприниматели имели возможность развиваться с учетом какой-то поддержки муниципального образования. Социальное предпринимательство часто находит свое начало из личной истории темы, но и отличается от обычного бизнеса – откликом в сердце и желанием помочь. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное». Туризм, например.